МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сильно изменилось в пользу Красной Армии. А что произошло в нашем городе, узнаем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Российский триколор – это предмет гордости и национального единства. Город отметил День флага России. Я эту песню обожаю с детства. Всю жизнь мечтала попасть на юнонную авось. Второй сезон проекта «10 песен атомных городов». Баскетбол 3.3 вошел в Олимпийскую программу, что сегодня уделяется ему большое внимание развития в Российской Федерации. Десногорск ждет баскетболистов из городов-атомщиков России. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 633 сообщения. Чрезвычайная обстановка без осложнений. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. День государственного флага Российской Федерации – национальный праздник, который символизирует связь героического прошлого с настоящим и будущим страны. В нашем городе этот день отмечают с большим размахом. Вчера десногорцы и гости города собрались на площади Дворца молодежи, чтобы вместе выразить любовь к своей стране. Праздник начался с детской игровой программы «Микрошка». Для маленьких россиян были организованы игры, конкурсы, спортивные эстафеты. Разбившись на три команды, ребята знакомились со знаками и символикой нашей Родины, собирали главный символ праздника – российский триколор. А затем, стоя под большим полотном флага, загадывали свое заветное желание. Устроили самую настоящую бумажную битву, в которой никто не хотел уступать. Напоследок, намазав ладошки разноцветными красками, оставили на память автографы-отпечатки. У нас была классная битва на бумажках, и мы разделились на три команды. И так здорово покидались. Все было хорошо, дети развиваются на природе. Это очень хорошо и полезно для них. Дети проводят энергетическую разгрузку, что помогает им потом более спокойно себя чувствовать. И опять же, всегда они узнают что-то для себя новое в программах. И знакомятся, не боятся друг с другом общаться. Волонтеры Центра культуры и молодежной политики провели акцию «Мы патриоты России». Всем желающим они прикрепили ленточку и подарили флажки. Государственный флаг – важный символ страны. Цвета российского триколора выбраны не случайно. Белый цвет означает откровенность, благородство и совершенство. Синий – верность и честность. А вот красный символизирует мужество, отвагу, героизм и смелость. Поздравить десногорцев с национальным праздником пришли официальные гости. Глава города Андрей Шубин и депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. От всей души желаю вам мира и добра, успехов во всех делах и начинаниях. На благо нашего города, Смоленского края и всей России. С праздником! От имени председателя Смоленской областной думы Бляхова Игоря Васильевича, себя лично приветствую и поздравляю вас с праздником. С праздником флага России. Для всех десногорцев коллективы Центра культуры и молодежной политики подготовили праздничный концерт. Мне очень жаль, моя любовь, я точно знаю, не забуду тебя. В Смоленске пройдет шестой Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс». Это уникальный кинофорум, не имеющий аналогов в мире, главная цель которого заключается в поощрении актеров, реализовавших себя в режиссерской профессии. По словам организаторов, в этот раз зрители смогут увидеть 24 картины, из них в конкурсную программу заявлены 14 полнометражных и 9 короткометражных игровых фильмов. Открытие состоится 2 сентября в кинотеатре «Современник». В рамках форума пройдут бесплатные показы, будут заложены именные звезды. Традиционные призы, статуэтки «Золотые Фениксы» будут вручены 6 сентября в день закрытия. Второй год в городах присутствия госкорпорации «Росатом» реализуется творческий проект «Десять песен атомных городов». Он объединил талантливых людей самых разных возрастов и профессий. Атомщики активно выбирали новую десятку атомных песен и присылали заявки на участие во втором сезоне. Наша съемочная группа посмотрела, как проходит работа проекта в нашем городе. «Десять песен атомных городов» стал частью глобального проекта музыканта и продюсера Тимура Ведерникова «Музыка вместе», аналога знаменитого «Plane for Change», придуманного в США с целью объединить музыкантов во всем мире. Идея этого проекта проста. Небольшая команда ездит по стране с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования, находит талантливых и интересных музыкантов и записывает их в разных красивых местах. Проект был задуман на десятилетие госкорпорации «Росатом». В этом году он получил неожиданное продолжение. Для меня было вообще большим сюрпризом, что будет продолжение проекта, потому что, мне кажется, в прошлом году мы так здорово все сделали, это имело такой яркий отклик и вообще все получилось замечательно, что лучше сделать довольно-таки сложно. Но судьба и руководство «Росатома» распорядились иначе, и мы делаем второй сезон. В этом году организаторы решили найти новые лица, поэтому в основном состав участников проекта будет состоять из дебютантов. Репертуар – это старые, хорошо знакомые песни, полюбившиеся россиянам. Например, «Бременские музыканты» или «Аллилуйя любви», но исполненные необычно в новом прочтении. В одной песне могут соседствовать абсолютно разные жанры, редкий случай, когда эклектика становится уместной. Каждый исполнитель привнес в песню свою манеру, тепло и атмосферу своего города. Именно это делает проект особенно уникальным. Это классный опыт пообщаться с профессионалами, поучаствовать в таком проекте музыкальном. Это здорово. Нужно чаще участвовать в таких конкурсах, потому что ты открываешься по полной, ты знакомишься с новыми интересными людьми, и мне очень нравится. Но не только участники проекта в восторге от процесса. Наш город тоже произвел впечатление на гостей. Надо еще поискать города, где так безопасно. На самом деле, во-первых, как Тимур обычно говорит, вот я бы хотел, чтобы мои дети росли в таком городе, потому что абсолютно видно, что в этом смысле все хорошо. А что касается природы и экологии, опять же, надо поискать еще и в России города с такой красотой, с такой природой. 21 город атомной отрасли, более 500 исполнителей в возрасте от 4 до 92 лет. Три месяца съемок и более 100 часов отснятого видеоматериала. Все это проект «10 песен атомных городов». Съемочная группа работает ударными темпами, ведь на каждый город у них отведено всего два дня. Стараются не упустить ни минуты. Съемки проходят даже на закате. Идея вечерней съемки вообще сама нам по себе показалась очень интересной. И самое приятное, что я думаю, во всем проекте ни у одной команды не будет вечерней съемки. А у нас она была, солнце было прекрасное, ветер, вообще бриз такой козырный. Ну, я считаю, что получится отлично. Для некоторых песни, которые они исполняют в проекте, это мечта детства. Я эту песню обожаю с детства. Всю жизнь мечтала попасть на «Юноную авось». Попала на один из последних спектаклей, где играл Караченцев. И просто счастлива, что мы взяли в коллективе, пели эту песню. И то, что проект посчастливилось, что они тоже взяли эту песню в проекте. Поэтому я вот прям полностью удовлетворена и довольно счастлива. Результатом этой огромной работы станут 10 уникальных видеоклипов, в которых музыка рождается здесь и сейчас, буквально на ваших глазах. Все записи делаются вживую. Собирается необычная аранжировка, сотканная звуками разных исполнителей в разных концах страны. Каждый из участников этого виртуального совместного творчества привносит в композицию что-то свое. В результате получаются видеоклипы, показывающие, как, несмотря на все культурные, национальные и религиозные отличия, музыка способна объединить людей и нести мир и любовь. А мы напоминаем, что 24 августа в 7 часов вечера возле администрации города состоится концерт десногорских участников проекта «10 песен атомных городов». Министерство внутренних дел разработало законопроект о водительском удостоверении и регистрации транспортных средств, в которых будет встроен микрочип. Удостоверение предлагается изготовлять на пластиковой основе. Лицевая и оборотная стороны документа будут покрыты защитной фоновой сеткой, которая плавно переходит из одной цветовой гаммы в другую. Электронный носитель информации выполнен в сиреневом цвете и расположен в верхнем левом углу. Кроме того, надпись «Водительское удостоверение» будет напечатана на трех языках – русском, английском и французском. МВД предлагает также оснастить документы дополнительными средствами защиты. Верхние и нижние слои документов будут лазероактивны. В документе отмечается, что выдача удостоверений новых образцов не означает, что старые будут признаны недействительными. 24 августа Десногорск ждет в гости спортсменов со всех атомных городов России. В нашем городе пройдет чемпионат Росэнергоатома по баскетболу 3х3 среди мужских команд российских атомных электростанций. Пресс-конференцию по случаю старта баскетбольного праздника провели генеральный директор Центра спортивной подготовки Сергей Фомин, председатель профсоюзной организации САЭС Юрий Кузнецов и заместитель главы города Александр Новиков. Соревнования организованы в рамках проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом» концерном Росэнергоатом Смоленской АЭС администрации Десногорска Центром спортивной подготовки Динамо-Росэнергоатом. В турнире примут участие 7 команд. Десногорская земля – это очень спортивная земля. Здесь проводится очень много мероприятий по более чем 40 видам спорта. Мы сегодня будем говорить о баскетболе и будем говорить о проекте «Планета баскетбола. Оранжевый атом», проекте Смоленской атомной станции совместно с городом и с концерном. «Баскетбол-3.3» вошел в олимпийскую программу, что сегодня уделяется ему большое внимание развития в Российской Федерации, за рубежом. Атомная энергетика – это не исключение из этого момента. Было предложение от наших станций, в частности от нашей Смоленской атомной станции, которая полностью соответствует принципу на шаг впереди, о том, что надо это каким-то образом узаконить и провести специализированные соревнования «3.3». Поэтому 24 числа впервые будет проходить чемпионат атомных станций концерна «Росэнергоатом» по «3.3» среди мужских команд. И вот очень приятно, что это будет в городе Сногорске. «На протяжении четырех лет у нас развивается вот этот замечательный проект, наше сотрудничество с Центром спортивной подготовки «Динамо-Росатом», с концерном «Росэнергоатом», с филиалом Смоленской атомной станции. И за эти четыре года достигнуто очень много. Мы на сегодня у нас в городе имеем современный спортивный зал для игровых видов спорта, имеем две суперсовременные баскетбольные площадки в городе открытые, которые сегодня плюс еще становятся благоустроенными в лучших традициях, лучших городов. Наверное, не только России, но уже стремимся к Европе. И это партнерство продолжается, развивает обороты. С сентября начинается новый сезон. Новый сезон в спорте, новый сезон в наших партнерских отношениях. У нас стоят новые задачи, намечены новые планы. И первостепенным на сегодняшний день является развитие, конечно же, здорового образа жизни, что является тенденцией по всей России. Приглашаем всех любителей спорта поболеть за наши десногорские команды 24 августа в 11 часов дня. На модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с областной государственной программой в 2018 году муниципальным образованием выделена субсидия в размере 78 миллионов рублей. Уровень подготовки к зиме объектов ЖКХ региона в целом составил 79%, что на 5% выше прошлогоднего показателя. 10 районов к отопительному сезону почти полностью готовы. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС города Десногорска привлекались для проведения работ. По вскрытию дверей один раз, помощь скорой пять раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 633 сообщения, из них 231 ложное. Поступило 13 просьб от населения, из них 10 отработано, переадресовано 3. Десна ТВ ищет новые лица. Мы предлагаем интересную работу в качестве телеведущего и корреспондента. Нам требуется активный человек, умеющий грамотно излагать свои мысли, креативно преподносить их, объективно оценивать ситуацию. Работать на телевидении значит быть в курсе всех событий, знать все и даже больше. Все подробности через социальные сети или по телефону 722-01. А теперь коротко о погоде. 24 августа в Десногорске будет ясно, днем плюс 22, ночью плюс 10. На сегодня это все новости, все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте disneyodefistv.ru. С вами был Виталий Волков, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok